Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Утро на Болткоме. Сегодня у нас такой специальный выпуск, очередной, вокруг финансов. Сергей Маликов сейчас тоже к нам присоединился на прямой связи по Зуму. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Да, мы сегодня поговорим, вот я бы так обозначил, финансы и недвижимость. Недвижимость и финансы, все это тесно связано, переплетено. Наверное, люди с большим финансовым опытом вам скажут, что если действительно кто-то думает, куда вкладывать деньги, или какие-то есть накопления, или есть желание вложить, даже взять кредит в какой-то долгосрочный проект, это, наверное, недвижимость, это вот такая почти вечная ценность. Не так ли, Сергей? Да, безусловно, да. И если брать конкретно недвижимость, то все спрашивают, что сейчас в пандемии, как поменялся, какой тренд. Тренд очень за последние полгода поменялся в сторону того, что люди стараются все-таки как-то перебраться за пределы Рии. То есть, если раньше это были квартиры, 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 то есть квартиры в микрорайонах и квартиры в центре Риги, на которых спрос сейчас снизился в связи с тем, что их проблематично сдавать туристам через Booking.com или R&B, и этот спрос затих по квартирам, центрам. По микрорайонам он стабилен, как был, так и есть. Но очень мы почувствовали, что люди заинтересовались в покупке небольших земельных участков и строительстве каких-то своих частных домов. Вот это как бы основной тренд и прошлого лета, и этой вести. Вот так, я сказал. Ну вот, может быть так, для затравки, для такого общего понимания. Что сейчас происходит на рынке недвижимости именно с учетом или под влиянием пандемии? Я почему спрашиваю? Поскольку было такое представление у отдельных экспертов, особенно, может быть, тех, кто думал купить недвижимость. И говорят, что вот пандемия, вызванная пандемией экономический кризис, ну вот сейчас цены стремительно начнут снижаться. Но ничего этого не произошло. Что сейчас происходит на этом рынке недвижимости? Вот, может быть, для начала такое вступление, и потом уже пойдем по сегментам. Значит, по сегментам получается, что рынок недвижимости, он разносторонний, очень сегментирован. Значит, то, что цены низкие, и они падают, и будут падать, это только касательно регионов. Это только можно говорить про, не знаю, чтобы люди не обиделись, но про депрессивные регионы. Там Платгаля, Венспилс, вот та сторона, да, небольшие города. Там, конечно, вот то, что вы сказали, это цены, можно дождаться низких цен, потому что там низкий спрос, да, и нет работы. Все, что касается Риги, Ригского района или Пририжья, да, спрос стабильный. И в сегменте вторичного жилья, потому что его мало, да, значительно снизилось предложение в порталах, интернет-порталах. Ну, наверное, это связано с тем, что там и алгоритм поменялся у них, что объявления стали более дорогие, да, в зависимости от площади недвижимости. Но предложение это снизилось, и, соответственно, спрос на вторичное жилье очень хороший. С новыми квартирами ситуация такая, что при том, что взять кредит на новое жилье непросто, да, кстати, могу маленькую фишечку вам сказать, о которой еще как бы мало кто знает. Сейчас Центр по защите потребителей разослал новый вадлый мест, да, где рекомендуют более ужесточить процедуру анализа доходов заемщиков, у которых есть дети. Один, два и более, да. То есть вот рекомендовал бы поторопиться тем, кто с кредитом тем, кто имеет детей или в ближайшее время планирует их завести, да. То есть возвращаясь опять... Не нужно ужесточение, да, тем более, что я так понимаю, что, ну, не хочется употреблять такое слово, наверное, здесь закручивание гаек, такую фразу, но то, что мы видим, что идет ужесточение по всему сегменту, и банковскому, и небанковскому финансированию, наверное, это факт. Ну, сейчас закончим по финансированию, придемся к миру. Значит, по финансированию ужесточения два вида. То есть это процедуры анализа заемщиков, да, это касается в первую очередь молодых семей, которые приобретают первое жилье. Это менее касательно предпринимателей или люди, которые хотят строить дома на продажу или строят какие-то дома на продажу на несколько семей. Их это не касается. Второй фактор – это реклама. Если вы помните, еще в 2019 году САИМ принял постановление и запретил рекламу любого кредитования, СМС-кредитов, в том числе и подсечных кредитов. Поэтому это тоже как бы ограничение информации и предложение, оно тоже может способствовать тому, что людям тяжелее получить информацию о заимствовании. Это касательно финансирования. Вот хотел бы продолжить по квартирам. Значит, смотрите, что получается. При том, что получить кредит на новое жилье, на новую квартиру на востройке достаточно проблематично и сложно, потому что надо и первый взнос, и доходы какие-то, явный тренд, который будет сохраняться, процесс удорожания строительства нового жилья. Потому что очень мы смотрим по сметам, которые нам приносят наши клиенты, которые были утверждены зимой или в начале весны, и мы видим явное удорожание металла, черного, а без него никакого строительства нет, арматура, бетонирование, все такое. Мы видим сильное удорожание даже обычного дерева. Я не могу прокомментировать, наверное, нам надо какого-то эксперта предложить, но ужасно подорожало и фанера, и ОСБ, то есть 50%. И регипс. Не могу объяснить эти причины, потому что я в этой отрасли не эксперт, но вижу, что сильно происходит удорожание исходных материалов. И, соответственно, будет расти себестоимость строительства нового жилья. И здесь на спрос это мало будет влиять, потому что себестоимость выше, соответственно, продажи будут в следующей осени или в следующей зимы даже будут стараться застройщики по более высоким ценам продавать, потому что мы уже сейчас видим сильное удорожание исходных материалов с повышением зарплаты строителей, потому что если в прошлом году можно как-то было еще до пандемии привезти строителей через Польшу, то сейчас эти все каналы ограничены, с такой видом мы знаем, и поэтому отсутствие квалифицированной рабочей силы приводит к удорожанию первичного строительства. И так что не стоит рассчитывать, что вот сейчас полгода-год, пандемия и цены на новое жилье или на вторичное упадут. Вот об этом точно не стоит задумываться. Несмотря на то, что кредит получить не так легко и сделок в новом сегменте не так много. У нас, я бы сказал, 80% всего финансирования всех сделок – это обычные вторичные квартиры в районах, в Польшу, в Сплявнике, там, Золитуда, Иммонта, да. Новое жилье, конечно, люди покупают реже, еще реже, конечно, строят частные дома. Вот к этому мы тоже подойдем, но все-таки, вот возвращаясь к квартирам и к получению ипотеки на них, каковы здесь тенденции? Потому что в одной из наших передач, вокруг финансов, она была посвящена вообще различным видам кредитования, вы говорили, что у банков достаточно денег, даже, можно сказать, много денег. Но это совсем не значит, что господствует либеральный подход, и достаточно только прийти, обратиться, показать какую-то, ну, я утрирую, справку от доходов, и вот кредит уже вам присвоен. Конечно, конечно. Значит, если по покупке обычной, допустим, квартиры, здесь нужен только первый взнос, да, я бы так сказал бы, реклама, то, что там 10%, вот 10%, это больше носит рекламный характер. Я бы сказал бы, что первый взнос, он в районе 15-20% должен быть, да. И опять же, здесь трудно это сразу посчитать, потому что чем более хорошая цена покупки, чем она ниже в отношении к стоимости оценки, тем, естественно, первый взнос может быть больше. И, естественно, в обратную сторону. Если желающий приобрести недвижимость, скажем, потенциальный клиент обращается в финансовую организацию и говорит, что я покупаю однокомнатную квартиру за 35 тысяч, но она в хорошем состоянии, но оценка показывает, что она стоит 30 или 32, естественно, пропорция кредита по отношению к его первому взносу будет в значительно худшей ситуации, потому что финансовая организация, она учитывает оценку, да. Ну и, естественно, доходы. Это понятно, это даже не стоит обсуждать. Да, это понятно. Доходы должны быть. И это понятные какие-то, да, особенно касательно покупки первого жилья, но на приобретение недвижимости, да. Касательно бизнеса здесь немножко проще. Здесь осматриваются другие факторы, более опыт, предыдущий, какой-то бэкграунд, как бизнесмен уже такие проекты реализовывал по строительству. Вот особенно это важно при строительстве частного жилья или каких-то там небольших домов на несколько семей или каких-то на квартирных домах. Тут здесь очень опыт того застройщика очень имеет значение, потому что много очень подземных камней и подводных камней. Да, вот мы сейчас как раз к этому подойдем плавно. Вы упомянули вот в начале нашего разговора, что, в принципе, понятно, что самые популярные, скажем так, места покупки недвижимости – это Рига и Прилижье. Ясно почему. Центры деловой активности, хорошее транспортное сообщение, работа прежде всего. Да, вот что касается Прилижья, где, наверное, скорее всего, все-таки покупают не столько вот квартир в многоквартирных домах, а сколько пытаются вот построить свое семейное гнездо, как говорится. И вот если действительно семья, ну, молодая, там, с детьми, решили построить небольшой дом и говорят, что вот мы хотим получить кредит под это строительство, вот давайте, может быть, начнем сначала об этих подводных камнях и чем то учреждение, скажем так, которое может предоставить этот кредит, и помогает ли как-то? Или говорят, вот вы получили от строительной компании смету, вот вам деньги, вперед. Значит, смотрите, если с квартирами все понятно, да, смотришь объявления там в двух-трех интернет-порталах, делаешь оценку на этой квартире, и приходишь в финансовую организацию уже за финансирование. С квартирами все просто, даже не стоит это обсуждать. Ну да, земельную книгу все-таки посмотреть тоже стоит на всякий случай, да. Да, да, ну тут делается просто оценка, оценщик дает оценку, и тут все элементарно, да. С домами, с строительством намного все сложнее, потому что при покупке земли, да, очень много нюансов. Я бы разделил бы их на эти сложности с покупкой земли, соответственно, от этого и формируется цена этого земельного участка, и конечное строительство дома разделил бы на несколько, скажем, частей. Это, во-первых, коммуникации, да, ну это понятно, да, то есть электричество, вода, канализация, газ, то есть всегда... Их наличие, да. Всегда, это как бы самое простое, это самое простое, то есть понятно, что покупая земельный участок, мы бы рекомендуем всегда обратиться, допустим, в то же самое Латвенерго, и в Латвия с газа понять, есть ли там поблизости возможность подключить электричество, чтобы не надо было устанавливать трансформатор, как часто бывает где-то в каких-то отдаленных регионах. Это не касается, конечно, там возле Риги, но если это, скажем, где-нибудь в Мадоне, то часто бывает так, что надо тащить трансформаторы, что сильно удорожает. С водой как бы из канализации здесь все просто, хотя, конечно, я бы тоже рекомендовал бы городские подключения, потому что это более комфортно, это более качественно, если есть городская вода. Но с канализацией сейчас элементарно, то есть делается местная канализация. А вот с отоплением, да, значит, есть опять, конечно, такая легенда, что очень хорошо работают и эти тепловые насосы, которые дают тепло из земли, и солнечные батареи, и можно делать жидкие баллоны, привозить жидким газом, и привозят жидкое дизельное топливо. Мы видим часто такие проекты, особенно раньше такие строились, и, конечно, они хуже потом и продаются, и хуже оцениваются, если нет обычного газа. То есть газ, который идет по трубе, обычный, это все-таки совсем другой уровень комфорта и жизненного комфорта. То есть, конечно, хорошо, когда есть котел гранульный, который там можно на три дня или на четыре можно загрузить, но совсем другой уровень жизни, если газ постоянный, и оценщики всегда тоже это лучше оценивают. То есть уже прошли те времена, когда писалось центральное отопление дровяной котел, то есть малкапкура. То есть в первую очередь при покупке земли место-место это понятно, но сеть из сетей в первую очередь смотреть газ. Не полениться обратиться в ближайшую контору по газу, посмотреть, есть ли возможность подключить газ. Опять же, если есть газ, какого это давления, потому что не всегда с большого давления с магистрали можно перейти за разумные деньги на обычный газ. То есть в первую очередь это коммуникация. Значит, это первый такой блок. Второй блок, с которым часто люди попадают в просаг. И вот опять же, это вопрос коммуникации с финансовой организацией. То есть если к нам приходит клиент и говорит, вот я покупаю вот здесь участок возле реки, мы сразу говорим, а вы вообще интересовались в своей Пашу Валдебе? Можно там что-то строить? Тут же запретная зона. Особенно это касательно... Называем его... Да. Айсер-Гесла, да. Значит, особенно это касательно... Красной линии, да. Ну, красной линии, это отдельная тема. Отдельная, да. Особенно это касается... Которые купили, допустим, участок в Юрмале, да. Приходят к нам и с удивлением, с большими глазами не понимают, почему они не могут там построить дом или даже не могут оформить кредит. Потому что купив участок, допустим, в Юрос, в Юрос, айсер-Гесла, да. Там, не имея фундамента, допустим, на Дюни, там нет возможности стоять. И люди часто, не понимая этих нюансов, видя просто какую-то интересную цену для них, делают эти сделки, покупают эту землю, допустим, возле моря или прямо на берегу реки. И она подразумевается, что ей можно просто наслаждаться и косить траву, но никак не застраивать. То есть вот эти моменты очень важны. Вот Айсер-Гесла с красной линией, вы правильно сказали. Потом еще есть всякие дабы с памятностью территории, где тоже запрещено и ограничено строительство. То есть вот это второй такой блок, который обязательно покупателю земли или владельцу земли надо исследовать и посмотреть. Также никто не отменил еще тоже часто, особенно при больших участках, когда люди покупают 4-5 тысяч квадратных метров, а собираются строить там 4-5 домов, а мы объясняем им, что здесь нельзя так столько строить, потому что это Аплодуша территория. Как это по-русски? Ну, фактически злопляемая территория, так, наверное. Злопляемая территория, да. То есть особенно это, конечно, там, допустим, в Марупе или в Пинке, такого нету, но мы часто это видим, скажем, в районе Икшчелы, в районе Елговы, в районе Икшчелы, там, где вот эти станции ГЭС, да, при поднятии весной воды многие-многие участки вдоль реки, они затопляемы. Поэтому обязательно надо тоже смотреть геологию, смотреть, что в самоуправлении насчет этого говорят. Это, естественно, значит, что написано в земельной книге. Если там написано из пяти тысяч метров четыре тысячи Аплодуша территория, то есть, ну, надо быть реалистом, и строить в таком участке нельзя, или надо смотреть отметки, чтобы можно было строить только один дом, да, и, естественно, под такой участок тяжело получить кредит, если вообще будет возможно получить, потому что застраивать его нельзя, да. Да. Вот еще хотел спросить серветута, казалось бы, да, так сказать. Так, серветут, серветут, естественно. Значит, это, как бы, отдельный блок, который, как бы, доступ к участку, да. Часто, особенно это касательно вот этих морковных полей в Марупе, в Ялмарупе, где у собственника большой участок, большой, скажем, там, гектар, два-три гектара, и он продает их по участкам, по думанным долям, да. Значит, здесь сразу важно на начальном этапе при покупке земельного участка сразу прописать доступ к этому участку. То есть сразу делается серветут, и он заносится в земельную книгу, чтобы счастливый владелец участка мог на свой участок доехать. Да, доехать. Потому что если не прописано в земельной книге серветут, да, значит, его можно только через суд потом доказывать и получать. Это тоже частая проблема, с которой сталкиваются молодые начинающие, как бы, строители, ну, или молодые семьи, которые недорого купили какой-то участок где-то в поле, да, не подумав, как они к нему будут добираться, да. Это очень, очень, ну, естественно, реально дорога, да. То есть надо тоже понимать, что если участок в поле, то к нему надо тоже будет какую-то дорогу делать, да, что, конечно, никто изначально не учитывает, да, потому что есть красивые участки, скажем, в лесу, допустим, где-то там недалеко от дороги, но смотришь на карте, недалеко это 200-300 метров, да. А если посчитать, сколько стоит 200-300 метров хотя бы дороги щебеночной, сняв зеленый слой, это, ну, очень серьезные, серьезные деньги. То есть это еще очень сильно делает проект дорогим, да? Да, ну, это больше касательно вот региона, скажем, Гаркална, да, в той стороне, где очень много лесов, и, допустим, есть участки, где вот уже застройка, и клиент говорит, вот я здесь буду строить дом, вот посмотрите, мне нужны деньги. Почему оценщики меня так низко оценили? Я считаю, этот участок стоит дороже. Но мы объясняем, что сюда заложены сложности коммуникаций, что вырезать лес, проложить дорогу – это большие существенные деньги, и, соответственно, на эту сумму и минусуется стоимость этого участка, да. А вот еще, Абик, еще очень важный тоже блок, блок – это, скажем, зонирование, да, зонирование, когда, допустим, есть участки под застройку, которые находятся не в районе частной застройки, да, а, скажем, разрушена территория, да? Да, ну, промышленная зона, скажем так, да. Промышленная зона, да. Так раньше это называли, да. Да, ну, все любят примеры. Я бы сказал бы, примеры – это, ну, скажем, вот район улицы, там, Круспилс, да, станция Щиротава. Район улицы Круспилс, я бы сказал бы, много, много там земельных участков по низким ценам, много домов, которые люди раньше строили, но там территория подразумевает строительство и развитие различных промышленных объектов, то есть можно купить где-нибудь участок где-нибудь в Саурише, но это потом рядом построят второй небольшой цементный заводик, да, в этой зоне. Поэтому очень важно смотреть, если покупается участок, есть ли там частная застройка или будет она там предусмотрена, частная застройка, не попасть в зону промышленного строительства. – Да, вот мы потом подойдем, собственно, к самой стройке, там тоже много подводных камней, особенно для тех, кто впервые затевает вот такое строительство. Ну, так, чтобы вот все-таки закончить такую подготовку, все-таки насколько вот ваше наблюдение говорит о том, насколько сейчас вот эти вот такие проекты по строительству небольших, ну, семейных вот домиков приезжих, насколько они популярны, и действительно ли вы можете подтвердить такую тенденцию, я вот об этом слышал, ну, что вот люди, которые, не знаю, живут на одном берегу Риги, там, я не знаю, Золитуде, Зепникаунс, их как-то больше тянет, не знаю, в Бабит, в Пиньки, да, а те, кто вот в стороне там юга, они тяготеют, тогда уже что-то построят там, не знаю, в районе Гарковны. Бабит, просто поражаюсь вашему широкому познанию в различных сферах, да. Да, конечно, эта тенденция налицо, то есть обычно происходит таким образом, люди строят дом, скажем, в Яунмарупе или в Марупе, да, денег не хватает и в виде дополнительного обеспечения они предоставляют, скажем, там, трехкомнатную квартиру в Зепникансе, да. Именно так это происходит. Те, кто строят в Пиньках, в Бабит, и действительно, это в основном жители Иммонте и Золитуды, да, это правда. То есть я ни разу не видел, чтобы люди строили, которые живут в Золитуде, чтобы они строили в Гарковне, да, и не видел, чтобы люди, которые живут на Тейке, на Тейке или в районе Юглы, чтобы строили, строили в Яунмарупе, они в основном убирают в сторону... Вот она сила привычки, да. Это правда, это действительно так. Потому, я думаю, это связано скорее с какими-то семейными, какими-то узами, там, школы, детские сады, родители, родственники, друзья. Я думаю, наверное, это, скорее всего, такое обоснование. Да, конечно, это однозначно, да. Да, вот мы уже по такой традиции, установившейся передачей вокруг финансов, это, наверное, правильно, вот уходим на короткую паузу, создавая интригу. Вот я думаю, что вот мы такую интригу создадим, вот если счастливый обладатель земельного участка, который уже, как вы сказали, все риски фактически ему удалось понять, и консультанты по кредитованию, не знаю, ему помогли, и действительно участок, где можно строить, нет промышленной зоны, красной линии и так далее, все уже учел. Дело дошло до начала строительства. Вот что дальше, там тоже, так сказать, я думаю, что много интересных моментов. Вот на этой паузе мы прервемся на этой ноте буквально две минуты. Сергей Маликов у нас на прямой связи вокруг финансов. Не переключайтесь. Новости Эхо Москвы на Радио Полтком. В студии Александр Климов, информационная программа Эхо. Силовики сегодня утром задержали основателя правозащитного объединения команды 29 адвоката Ивана Павлова. Лефортовский суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста журналиста и советнику главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он обвиняется в госизмене. А глава Киргизии сегодня утром сообщил, что ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась. Вы слушаете информационную программу Эхо. Силовики сегодня утром задержали основателя правозащитного объединения команды 29 Ивана Павлова, адвоката экс-советника Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом Эхо Москвы рассказал один из адвокатов команды 29 Евгений Смирнов. Иван Павлов задержан. Известно, что работают оперативники ФСБ совместно со следователем Следственного комитета. Больше никакой информации мы не располагаем. Не знаю ничего. Я сейчас стою около его номера в гостинице в Москве. И меня туда не пускают. С чем связано задержание Павлова, пока не ясно. Кстати, сегодня Лефортовский суд должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста Ивана Сафронова. Сам журналист и советник главы Роскосмоса вины в госизмене не признает. За развитием дела следит Андрей Гаврилов. В СИЗО Лефортова Иван Сафронов находится почти 10 месяцев. Суды неоднократно отказывались изменить ему меру пресечения. Срок ареста истекает 7 мая. Следователь ФСБ сегодня попросит его продлить. Александра Чабана, который ведет дело журналиста, обвиняемого в госизмене, недавно повысили в звании и должности. Ранее он был подполковником, теперь полковник и старший следователь по особо важным делам, рассказал один из адвокатов Иван Павлов. Он отметил, его подзащитный по-прежнему бодр и держится нормально, хотя Лефортова не способствует оздоровлению. По версии следствия, в 2017 году Сафронов, в то время специальный корреспондент газеты «Коммерсант», якобы передал разведке Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил нашей страны на Ближнем Востоке. Журналисту, который за пару месяцев до ареста занял должность советника главы Роскосмоса, до сих пор не разъяснили суть обвинений. В его деле около месяца назад появился секретный свидетель под псевдонимом Ландер. Ранее за Сафронова поручились около 400 человек, в том числе главные редакторы крупных СМИ, политики и представители общественных организаций. Что касается адвоката Павлова, то он также представляет интересы признанного иноагентом ФБК в деле о признании структур Алексея Навального экстремистскими организациями. О причинах задержания Павлова, напомню, никаких сообщений еще не поступало. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Глава Киргизии сообщил, что ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась. Стороны намерены перейти к мирному урегулированию конфликта. О прошедших столкновениях на границе расскажет Алена Задорожная. Об улучшении обстановки пока сообщает только киргизская сторона. А по словам президента Садыра Жапарова, урегулирование конфликта стало возможно благодаря работе специальной группы, которая сразу после прибытия на границу предприняла ряд мер по стабилизации ситуации. В частности, там теперь установлены блокпосты и проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов. МИД Киргизии также сообщает, что страны договорились создать общую рабочую группу. В нее войдут силовики, а также представители исполнительной власти двух государств. Для деэскалации ситуации они, как ожидается, будут заниматься реализацией намеченных мер, каких именно, пока не уточняется. Обстановка на приграничной территории в районе водозабора Головной, который каждая страна считает своей территорией, обострилась в минувшую среду. Тогда возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Спустя сутки в происходящее вмешались военные. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня. По сообщению властей Киргизии, в ходе вчерашних столкновений погибли 13 человек. Еще более 130 получили ранения. Таджикистан обстановку не комментировал. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». Это были новости «Эхо Москвы» на Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Еще раз доброе утро. Вокруг финансов. Сергей Маликов с нами по-прежнему на прямой связи. Вот мы сделали такую интригу перед новостями и рекламой по поводу того, приобретение уже, когда приобретен участок земли. И дело дошло до строительства дома или домика, кто как его называет. И здесь, оказывается, тоже много подводных камней. Недостаточно просто, не знаю, получить смету на фундаменты стены. Вот, Сергей, может быть, начнем с этого. Ну, значит, смотрите, тут опять типичная ошибка, которую делают люди, которые еще ни разу ничего не строили. Все начинается с проектирования. Хочется побольше, чтобы и пару комнат было для детей, и тренажерный зал, и библиотека, и столовая, и комната для гостей. И тык-пык изначальных, там, 120-150 метров изначально, то, что думалось нарисовать и построить дом, нарисовалось 350-400, да. То есть типичная ошибка, что рисуют и согласовывают проект больше, чем могут построиться, чем это необходимо для жизни. То есть простой этот, как бы, лозунг – бумага все выдержит, понимаете? Бумага выдержит ли проект и в 150 метров, и в 450 метров, да. И это типичная ошибка, когда люди просто в порыве эмоций каких-то друзей, советчиков и семьи проектируют дом явно больше, чем требуется одной семье. И современный стандарт, я бы сказал, скажем, от 90 до 150 метров, да. То есть если дом уже больше 200 метров, значит, это уже сильно происходит удорожание по строительству и по его обслуживанию, и уже потом тяжелее его реализовать. И вообще бы, я бы сказал, дома, которые свыше 400 метров, они практически недостраиваемые и практически нереализуемые, да. Поэтому такое большое предложение, скажем, старых домов в районе Балтезерса, там и тоже в районе Бабиты, где люди строили в начале 90-х дома по 400, по 600 метров, и сейчас они абсолютно нереализуемы, ни по какой цене, и финансирование под них практически невозможно получить. То есть вот начинать надо спроектирование. Оптимальный дом для молодой семьи, там 100-150 метров, да. Да, вот все-таки люди приходят, смоделируем ситуацию, приходит семья, которая действительно присмотрела участок, с участком вопроса решен, нужно строить фактически с нуля. Опыта у людей нет, никогда они не строили сами. Вот жилье, это же, как вы правильно заметили, не просто купить квартиру уже готового в многоквартирном доме. То есть какие тут есть нюансы, которые нужно учитывать, и как правильно рассчитать стоимость этой стройки, не обладая большим опытом, потому что мы знаем, что даже любой ремонт в квартире, я не знаю, наверное, в 70% случаев люди выходят за тот бюджет, который они заложили и сами спланировали. Потому что я потрачу, не знаю, на этот ремонт 3 тысячи, 5-7 тысяч, все равно получается больше. Но ведь дом, это вообще в какой-то степени непредсказуемо, какие еще могут траты вылезти. Да, действительно, это так. Поэтому здесь вот очень и важно, что если человек обращается за финансированием, чтобы организация, которая предоставляет финансирование, не просто контролировала, контролировала там смету и траты этих денег, а реально помогала. Не хочу, конечно, не рекламировать, но, допустим, в нашей компании мы имеем и технадзоров, и специалистов, которые разбираются в сметах. То есть мы с клиентом садимся, анализируем смету, клиент приходит и говорит, мне надо построить дом 70 тысяч. Мы начинаем смотреть смету. Ну, допустим, вот начинаем с фундамента. Ну, к примеру, самая обычная простая ситуация. Вот очень легко посчитать, скажем, 10 на 10, там глубиной 0,8, толщиной там полметра, и легко как бы кубатуру этого бетона высчитать. И закладывается, допустим, цена бетона, цена арматуры, и вот там какая-то сумма за заливку, за привоз этого бетона. Вот. И мы, естественно, с клиентом начинаем с того. А вот, допустим, зеленый слой. Вы сами будете снимать? Ну, нет, нам его надо снимать. Ну, вот здесь это не заложено. А песок, когда, допустим, бетон уже поставлен, надо засыпать этот, как бы, куда-нибудь опять песком. Песком ваш? Песок ваш? Или как? Ну, нет, песок мне тоже надо. Где же я возьму песок? Хорошо, тогда надо песок добавлять. А вот это то, что мы в прошлый раз сняли, зеленый слой, вот эта гора, полутораэтажная, которая возле дома, это вы сами будете вывозить? Ну, нет, как же сам буду вывозить? Мне это тоже надо вывозить. Ну, тогда это тоже считаем вывоз. А на вашу свалку или на нашу свалку? На вашу свалку. Значит, опять же, это дополнительные еще расходы. То есть, беря даже одну какую-то простую позицию, часто люди не понимают, что к этой позиции, к тому же, скажем, фундаменту, есть еще дополнительные расходы. С вывозом грунта, с завозом грунта, с уциализацией старого грунта. И не всегда это просчитывается. Так же самое, скажем, по стенам. Люди берут, скажем, вот строительная компания, посчитайте нам, сколько стоят стены. Посчитали только кубатуру, допустим, стен, там, 60-70 евро, грубо говоря, там, фибоблок или газоблок, плюс работу, плюс цемент, плюс какая-то арматура. Но на этом же дом не заканчивается, понимаете. Есть наружнее утепление. А, часто люди говорят, ну вот мы тут, нам тут строители посчитали, 10 сантиметров пенопласта хватит. По новым требованиям ставят даже сейчас 15 сантиметров и ваты. То есть здесь вот тоже нельзя экономить. Если в проекте указано 15 сантиметров ваты, то надо ставить 15 сантиметров ваты и не пытаться сделать смету подешевле, потому что потом будет проблема со сдачей в эксплуатацию. Экономить где-то можно, но экономить надо на начальных этапах, покупая участок с коммуникациями и делая дом адекватный своему финансовым, своим возможностям. А не пытаться потом, как часто мы видим, люди сделали коробку с газоблоков. И я смотрю по оценке, внутри они уже живут, и на газовые блоки повешены уже шкафчики, шкафчики кухонные, и уже как бы спальня уже тоже как бы оборудована, хотя стены не оштукатурены, все вот эти швы с этой замазкой, с цементной. То есть до этой ситуации нельзя доводить. Да. Вот можно ли сказать, что в какой-то степени те строительные компании, фирмы, частные лица, которые занимаются подстройкой под заказ или под ключ, что они в чем-то лукавят, не до конца говорят всю стоимость строительства, прекрасно понимая, что перед ними сидят непрофессионалы, я имею в виду те, кто вот хотят построить. Они не могут знать вот всех нюансов. Ну, я не знаю, какое здесь слово применить. Лукавят, обманывают. Ну, я так дипломатически говорю. Вводят заблуждение, да. Ну, это можно сравнить с примером. Допустим, с примером вы заходите в какой-то салон, где продают двери, и видите цену. Дверь, написано, стоит 120 евро. Вы спрашиваете, дверь сколько стоит? Вам говорят, 120 евро. Они говорят, ну ладно. А коробка вам надо? Какой-то двери? Да, надо. А, ну еще там 30 евро, хорошо. А эту коробку вы будете там сами дома собирать для этой двери? Или все-таки нам надо на заводе собирать? Не, ну конечно, вы собираетесь на заводе. А, ну плюс еще 10 евро. Ну, а петли вы тогда уже сами имеете? Вы уже их купили? Нет, петли нам тоже надо. Ну, тогда добавляем еще какую-то салон. А замок вы уже купили в другом магазине. Замок у вас уже имеется. Нет, замок мне тоже надо. И вот так идет. Наверное, ручка. И, наверное, тоже ручку посчитаем для этой двери. А облицовка вокруг двери, то есть... Наличники, да. И наличники, наличники. Там вы это все так с пеной будете оставлять? Или что-то сами потом когда-нибудь придумаете? Ну нет, наличники мне тоже сразу надо в двери. С одной стороны или, может быть, даже с двух? Ну, конечно, желательно с двух. И получается, что то изначально человек поинтересовался дверью по 20 евро и рассчитывал, что у него в доме 10 дверей – это 1200 евро. По итогам одна дверь обходится уже в 220 евро с наличниками, с петлями, с замком, с ручкой и с установкой. И, соответственно, вот сметром составит. Как это назвать? Вот заблуждение потребителя или просто некорректно заданный вопрос потребителям, который просто не подумал, что эти вещи тоже нужны? Это каждый решает для себя. Вот для этого как бы и надо подключать экспертов, имеющих опыт и в строительстве, и в финансировании, чтобы не попасть в такой просаг. Да. Вот учитывая ваш опыт, как долго вообще этот процесс занимает, вот не знаю, с начала строительства до конца? И что происходит, если, ну вот, когда люди получают кредит, они получают сразу всю сумму, поэтапно? Вот, может быть, чуть-чуть поясните вот эту технологию, механику вот этого процесса. Очень важный момент, да. Это очень, кстати, очень серьезно. Значит, я бы не рекомендовал бы, не рекомендовал бы брать на себя обязательства, то есть подписываться по договорам, где, скажем, мы построим дом там за год, там за полтора года или даже за два года построим, и все, и сдадим его в эксплуатацию. Потому что одно дело сделать проект с архитектором за три месяца, другое дело, скажем, там залить фундамент, построить стенки, но этим же все не заканчивается. Дом надо сдать в эксплуатацию, то есть чтобы строительный инспектор проверил документы, акты на скрытой работе, какие-то замеры электроизоляции там происходят, ну разные-разные нюансы, мерный экс замеряет, как дом поставлен по отношению к соседям, то есть есть определенные документы, которые надо сдать. И если в ходе строительства были какие-то неточности, ошибки, попытки сэкономить, да, то проект сдачи эксплуатации может затянуться. И мы здесь очень часто видим, когда к нам прибегают люди, взявшие кредит, допустим, на строительство дома там и подписались, что в течение двух лет дом должен сдать эксплуатацию, иначе банк пересматривает условия или имеет право потребовать создаток кредита. И срочно делать перекредитацию, потому что человек не рассчитывал и в этот установленный срок там полтора-два года не вложился. То есть я бы искренне не советовал бы в такие короткие сроки подписываться, что мы построим, сдадим эксплуатацию, то есть все у нас будет хорошо, потому что есть непредвиденные обстоятельства. То есть, допустим, усложнение строительства, какие-то там, я не знаю, там грунтовые воды, которые надо отсасывать, какие-то проблемы с соседями, которые хотят давать согласие, если вы отступили от проекта и подошли к его соседу ближе, чем, скажем, там положено в 4 метра. Ну, нюансов очень много, поэтому искренне не рекомендую брать кредит на строительство дома или брать обязательства на себя финансовые и подписываться в кредитных договорах о том, что год или два года мы отстроимся, сдадим эксплуатацию и будем жить счастливо. К сожалению, редко так получается. Да, вот такой, может быть, вопрос, ну, практически предпоследний, наверное. Вот все-таки, что касается вот этого процесса финансирования, да, вот этого дома с нуля, ведь вы правильно заметили, что когда приобретается квартира или уже готовый дом, делается оценка. Здесь-то оценки нет, нечего оценивать пока еще, да. Значит ли это, что нужно, не знаю, брать кредит с запасом или нет такого понимания, брать кредит с запасом? Значит, практически всегда строительство дома одноэтажного, двухэтажного, двухподъездного получается больше, чем изначально запланировано, да. Мы, допустим, сразу уже, когда утверждаем смету и бюджет, закладываем, ну, примерно еще оставляем в резерве, что мы, допустим, заемщика можем, например, оценивать еще, скажем, на 10% сверх запланированной сметы, да. Но не всегда, не всегда это так получается, да. К сожалению, часто люди уходят в более-большие расходы и не получается в такую сумму ложиться, да. Давайте, может быть, ну, по традиции сейчас подведем итоги вот того, что было сказано вот в нашей передаче о «Акру финансов». Напомню, мы сегодня говорили о всех аспектах строительства и финансирования и покупки недвижимости. Вот, значит, наверное, я такие бы выводы сделал, можно ли с этим согласиться, что, в принципе, надеяться на чудо и ждать, что вот, ну, пандемия, не знаю, будет углубляться и цены будут падать, наверное, не стоит, исходя из того, что вот мы сегодня обсудили, да. То есть тот, у кого есть необходимость приобрести жилье, готовое или рискнуть построить самому, в принципе, ждать какой-то манны небесы, наверное, не стоит, и можно уже тогда это решение принимать из дохода позволяет. Правильно? Да, именно так. Ждать ничего не стоит, потому что процедуры анализа и оценки риска клиентов, они только будут усложняться и утяжеляться, поэтому ждать более низкой цены не стоит. Стараться приобрести квартиру до того, как появилось пополнение в семье, потому что это очень сильно влияет на оценку платежеспособности. Покупать земельный участок дороже, но экономить потом уже на подводе коммуникаций, проектировать дом адекватно своим возможностям и, естественно, иметь резерв какой-то на это строительство или хотя бы, если уже все бюджеты, все кредиты уже выбраны, а дом не дается до конца достроить, но иметь какой-то хотя бы дополнительный какой-то залог. Хотя бы та же самая квартира, которая сейчас имеется, она может быть в виде как бы доп. залога для завершения уже начатого дома, потому что часто приходится заемщикам, которые начали строиться, перекредитовываться из-за того, что их финансирование уже закончилось в предыдущей финансовой организации, и чтобы дополнительно увеличить лимит, надо какой-то доп. залог. То есть надо всегда иметь какой-то резерв. Но и опять же, резво смотреть на вещи и реально оценивать свои доходы. Как говорит ПТАК, бери кредит ответственно, оценивая возможность его возврата. И я думаю, что, ну, не знаю, когда в вашу компанию люди приходят, я так понимаю, что ваши кредитные специалисты тоже всегда возвращают людей на нашу грешную землю и говорят, вы все взвесили, вы посмотрели, есть у вас доп. залоги, вы рассчитали все, если вы, допустим, не имея опыта, сами вот окунулись вот в эту, не знаю, трясину строительства дома. Ну, естественно, мы стараемся это клиентам преподнести более дружественно, так скажем, в мягкой, мягкой, деликатной форме, без обид. Ну, конечно, но общий смысл понятен, да. Быть реалистом. Реалистично пытаемся это все объяснить, конечно, конечно. Да. Ну что ж, в принципе, какие-то рекомендации мы, наверное, дали. Есть возможность у людей, наверное, что-то еще почитать, такой вот ликбез пройти. Но самое главное, что не нужно набояться обращаться к специалистам, которые скажут, подскажут все по кредитованию и тогда уже и по строительству, кстати, я так понимаю, тоже дадут рекомендации, да? Ну, конечно. Ну, допустим, в финансовых отраслях работают люди много лет. Я больше 20 лет занимаюсь финансированием и финансированием строительства. И, естественно, у меня в компании тоже люди, которые тоже имеют большой опыт и есть и технадзоры, и руководители строев, которые не только контролируют смету, а сразу стараются клиентов не допустить каких-то таких грубых, таких ошибок фатальных, которые потом приведут к тому, что дом нельзя сдать в эксплуатацию или его стоимость будет слишком низкая по отношению к изначальной, да? Естественно, надо расценивать финансовых консультантов как помощников и консультантов, а не как людей, которые ограничивают меня в моих фантазиях, да? Скажем вот так. Это хорошее завершение нашего эфира. Естественно, пятницу, еще через пятницу мы обязательно вернемся в это же время в передаче «Вокруг финансов». Сергею Маликовым большое спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!